МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы, по милости Божьей, вновь с вами на нашей передаче «Диалог под часами». И сегодня у нас в студии будет гость особенный, очень такой интересный и разносторонний человек. Я думаю, наше с ним общение вам также придется по душе, как и мне. Обычное общение с Александром Владимировичем Бугаевским. Здравствуйте, драгоценный. Александр Владимирович, вы мне дарили каждое издание ваших трудов, и вот я решил выложить передо мной все это. И, конечно, главный ваш труд – это о добром кормчем святителе Николае. очень важный, потому что такого рода трудов Святая Русь давно не видела. Вы сумели такие архео-географические исследования провести. Это, конечно, серьезнейший научный труд. И вы вот на своем юбилее кратко сказали о том, как вы пришли к этому. И, конечно, очень важно, что вот эта книга о том святом, которого вообще во всем христианском мире считают русским. Настолько большая любовь к святителю. После Матери Божией количество храмов святителя Николая – наибольшее количество у нас на Руси. И вот вы говорили о том, что с тех пор, как вы стали заниматься его жизнью и сумели вот эти два жития, которые в церковном сознании последующих веков соединились вместе, разъединить. А как вам это удалось? Ведь, по-моему, такая методика раньше и как-то не встречалась. Еще в XVII веке было обращено внимание фальконом, католическим ученым-географом, на некоторые несообразности в житии святителя Николая. Получалось, что еще задолго до воцарения императора Константина, до того, как его мать Елена сделала свое величайшее открытие на святой земле, получалось, что в это время святитель Николай уже побывал на святой земле у гроба Господня, у креста Господня. Это казалось абсурдом, и поэтому казалось, что жития святителя Николая недостоверны. И вот заслуга замечательного русского исследователя Антонина Капустина, возглавлявшего миссию во второй половине XIX века, заключается в том, что он очень пристально исследовал не только жития святителя Николая, но и нашел рукопись другого святителя Николая, жившего на 220 лет позже, Николая Пинарского. И оказалось, что некоторые эпизоды из жития Николая Пинарского ошибочно в X веке, в начале X века, перекочевали в жития Николая Мерликийского. Обратившись к древним текстам жития святителя Николая, мы обращаемся к огромнейшему богатству святителя Николая. Мы узнаем массой интересных и важнейших подробностей. Это любимый святой русского народа, и всегда хотелось бы узнать о нем как можно больше. И, конечно, освободиться от того, что с ним не связано, что связано с другим великим угодником Николаем Пинарским. Тоже очень чтимый святой в Византии был, чудотворец, но это другой человек. Они отличаются, хотя они оба жили в леки, но они даже отличаются по своему складу человеческому. Вот главная черта святителя Николая, которая озарила его жизнь, озарила Вселенную, и он предстал перед нами таким, именно таким, каким мы его любим, а перед Богом получил, у Бога получил дар приходить людям на помощь во всех благих делах, начинаниях, когда они к нему обращаются. Вот. Это черта святителя Николая – милосердие. Вот главная черта, которая преизобиловала в нем. И с юности он отличался этой чертой. И вот здесь мне хочется сказать об одной небольшой данном случае, но очень яркой находке, которую мы смогли сделать благодаря обращению к одному из древних текстов святителя Николая, который относится к 8 веку. Известно деяние святителя Николая, отрока, когда он, узнав, что трех девушек, которые живут в его родной пенаре, в его родном городе, отец, впавший в нищету, чтобы спасти от голодной смерти семью, решил отдать в блудилище. А юноша Николая, он еще не диакон, не священник, не епископ, просто отрок, который живет, которого еще не то, что там в России, которой еще нет, а и в Византии никто не знает, и в Ликие, только в родной пенаре знают только ближние соседи, в этом небольшом ликийском городе. Так вот, он хочет этих девушек спасти. Он еще не обладает великим даром приходить всем на помощь, просто благочестивый, добрый юноша. И вот такая подробность. Он не просто каким-то девушкам помогает. Вот в этом древнем тексте сообщается, он узнал, что три девушки, живущие в соседнем доме, в доме соседа, вот, в Пале вот в такое положение, могут погибнуть, попав в блудилище. И он не может спокойно к этому отнестись равнодушно, ведь это девочки, с которыми он вырос вместе, они из соседнего двора, из соседнего дома. Он к ним приходит на помощь, он бросает один мешочек с золотом и смотрит, что из этого выйдет. Ведь мешочек золота может погубить человека, ведь может отец этих девочек как-то использовать неблагочестиво это золото. Золото часто приводит людям не обязательно к спасению иногда, и к соблазнам, к беде. Но отец выдает своих дочерей замуж, первую дочь, тогда второй мешочек он кидает, он вторую дочь выдает. Ну, а когда юноша Николай бросает третий мешочек с золотом, тут этот поступок становится явным, потому что отец не спал, это происходило ночью, выследил отрока Николая, и Николай, не желая, чтобы этот поступок стал явным, просил до времени это все скрыть и ни в коем случае людям не рассказывать об этом. У него не было намерения прославиться, не было намерения использовать свою доброту, он просто делал ее, чтобы этот поступок совершил, чтобы спасти своих ближних, спасти трех девушек от погибели. от погибели духовной, если бы они попали в это блудилище. Они выходят замуж и получают возможность благочестиво прожить свою жизнь. И так святитель Николай всю свою жизнь помогал людям только в тех случаях, когда это способствовало спасению их. И именно за свое милосердие он получил от Господа исключительное милосердие и любовь к людям. Он получил великий дар от Бога после своей смерти приходить на помощь и совершать великие чудеса, которых бесчисленное количество было совершено и в нашей Святой Руси, и совершается и поныне. Да, спаси Господи. Это дало возможность как бы углубиться в подлинную жизнь, и действительно вот эти реалии, они как-то особенным образом делают это осязаемым. Да, нисколько не обеднило житие святителя Николая то, что из него были изъяты некоторые небольшие фрагменты, связанные с другим святителем, который занимался другим делом, а именно он изгонял бесов. Это он Николай Пинарский? Николай Пинарский. Его занятие было-то из колодца изгнать бесов, и срубить дуб, в котором поселились бесы. Да, но это занятие тоже благочестивое, особенно в языческие времена, оно было актуально, когда было поклонение всяческим языческим атрибутам. Да, но чудотворили и действовали они, в общем, по-разному. Это совершенно разные люди были. Вот, оно житие святителя Николая... Ну, вот, видел, внесло путаницу и имя, и Ликия. Да, оба Николая Ликии. Да, две координаты совпали. Ну, так даже еще многие жития и чудеса фрагментами излагались. Вот, вписывались в рукописные книги, и Николай из Ликии совершил то-то. И вот так вот было чудо Николая из Ликии, и оно перечисло. Какой же Николай? Да наш Мерликийский перекочевал в жития святителя Николая Мерликийского, а фрагмент жития Николая Пинарского. Но нисколько, если вернуться, обратиться к византийским древним текстам, византийским истокам, то можно очень обогатить, оказалось, жития святителя Николая. Вот, в частности, я ввел туда целое, никогда не вставлявшееся туда в печатные издания, ни греческие, ни болгарские, ни русские, ни славянские. Текст «Деяния о подате» очень важный, очень интересный. А также огромное количество очень важных подробностей «Деяния о стратилатах», которое у нас называется «Спасение трех воевод» в русской традиции. Вот, там очень важный момент. Дело все в том, что оказывается, что слава Николая, святителя Николая, перешла в Константинополь благодаря этим воеводам, которые были выдающимися генералами Византийской империи. Один из них был фактически родственником императора Константина. Один из них стал консулом в 1936 году, другой консулом в 1938 году. Это была высшая знать. И то, что он их спас от смерти и стал их духовным отцом, способствовало тому, что слава святителя Николая пришла в Константинополь. Вот, и с этого времени началось его прославление в Византии. Это важно очень. А они были христианами, когда он их освободил? До Константина в Византии христиан была одна седьмая часть. Это относится к... Это деяние относится к... к началу 30-х годов, когда уже был построен Константинополь. И уже значительная часть сановников, вельмож под влиянием Константина приняли христианство. А эти три стратилата, три генерала точно стали христианами. Понятно. И стали окормляться святителем Николаем, специально к нему ездили. И провели у него месяц, вот мы узнаем из древнего текста, что они месяц окормлялись святителем Николаем после того, как он их спас. То есть не просто они привезли подарки от императора Константина, они месяц у него жили и окормлялись им. Узнаем мы из древнего текста, который восходит к 4 веку, а записан был в 5 веке. Ну вот, а теперь совершенно, как бы, хотелось бы о другом роде вашей деятельности, которым вообще многие церковные люди занимались, ну, в частности, там, Иоанн Златоуст, это сражение за церковную собственность. И вот, ведь, ну, вы как человек, любящий, ну, скорее всего, книгу, и это, тем не менее, вдруг оказалось, что для нашей русской церкви в этот ее такой период, ну, можно сказать, уникальный, такого у нас еще не было. Вот, когда церковь потеряла всю свою собственность, теперь потихонечку такими небольшими дозами начинает возвращаться, и даже у некоторых людей создалось впечатление и постоянно это муссируется о союзе в таком церкви и государства, хотя все-таки основной массив церковной собственности, он еще государственный, но уж никак не церковный, и, в общем, очень малая часть передана. Вот, но все-таки то, что вам удалось сделать на этом поприще, вот хотелось бы, чтобы вы нашим церковным людям, которые в нашей программе участвуют, рассказали и о своем пути в этом направлении, как так получилось, потому что, ну, трудно даже было и, наверное, и вам предположить лет 25 тому назад, что вы будете вот на переднем крае. Как раз это 25 лет назад случилось. Так я-то прекрасно это знаю и помню, мы столько с вами и знакомы, и вот, мне кажется, это совершенно такая, ну, драматическая вообще история вот этого четверти века. И, ну, я надеюсь, это вообще это четверть века только начало. Да, вот. Ну, честно говоря, совершенно случайно в одном писательском доме в Тарусе, когда мне было 15 лет, я ночевал у одного из коллег моего отца, переводчика поэзии, и над постелью, на которой мне была отведена, была книжная полка. Мне было 15 лет, я посмотрел, что на этой полке, протянул руку, достал, это был 60-й год, разгар хрущевских гонений. Я протянул руку, достал эту книгу, это была Библия, очень редкая в то время книга, стал ее читать, и осознал себя православным христианином в полной мере тогда. И тогда в силу склада моего характера мне очень захотелось что-то сделать для Святой Церкви, которая была очень гонима, я к этому очень тянулся. Но священникам запрещалось в храмах проповедовать, ну, в храмах еще можно было проповедь сказать, но вне храма иметь всякие знакомства и приводить людей могли себе позволить очень многие, это преследовалось. Поэтому познакомиться со священником было трудно, они остерегались знакомств случайных, да, и такая возможность выпала мне в 80-м году, я стал понемножку помогать некоторым, работая в Московском университете, в астрономическом институте, то есть я всегда как бы занимался небесными делами, первые 20 лет в астрономическом институте работал, сначала занимался Луной, а потом историей астрономией, а последние 20 лет, 25 лет в патриархии, да, вот, и такая возможность по-настоящему открылась уже с приходом Алексея II, я думал, что сложилось так, что были большие проблемы по его резиденции в Переделкино, это выдающийся памятник, место очень интересное, его получил в свое время от правительства патриарх Алексей I в начале 50-х годов, и очень был доволен этим местом, и он писал правительству, спасибо правительству, теперь у меня очень хорошие условия в Переделкино, здесь рядом храм, и дом, в котором я живу, очень большой, в нем почти 90 метров, тогда это казалось для церкви чем-то очень большим, и сейчас, конечно, смотрится очень странно. особенно после питерской квартиры, в которой он блокаду прожил, в Комнатенке, в Комнатенке, да, и сложилась такая ситуация, что вот это место очень интересное, которое литературно очень описано во многих произведениях, в том числе у Пастернака, рядом покоронен Борис Пастернак, Корней Иванович Чуковский, Арсений Александрович Тарковский, рядом, это место подлежало застройке пятиэтажными блочными домами, и Патриарх Алексей Второй сказал, что здесь жить уже будет невозможно, вся территория, на которой находится вот эта летняя резиденция, будет просматриваться сверху, мне отсюда надо уезжать, очень жалко, это место мне очень нравится, последний шанс попереговорить с правительством, я вам даю такие полномочия, пригласил меня, вот, и мне удалось сделать так, что в этом действительно интереснейшем месте, которое стало сейчас выдающимся памятником, признанным национальным, в этом... А почему святитель именно к вам обратился? У вас уже были какие-то достижения на этом поприще? Да, дело в том, что когда я работал в Московском университете, я завидовал старинной астрономической обсерватории Государственного астрономического института имени Штернберга, которая была построена в начале 19-го века, и часть зданий подлежала сносу, вот, в связи с тем, что в конце 70-х был построен Белый дом, и для расширения улиц, улиц, которая тогда называлась Павлика Морозова, которая находится около Белого дома, и парк был Павлика Морозова, вот, эта улица подлежала расширению, и часть старинных построек, построек выдающихся, зданий, которые построил архитектор Григорьев, который входил в группу возрождения Москвы после пожара 12-го года вместе с Жилярди, часть этих построек подлежала сносу, в том числе дом, в котором бывал Герцен, в котором бывал Гоголь, и многие другие великие русские деятели литературы, культуры, на этой обсерватории учился Герцен, он защитил диссертацию по небесной механике, между прочим, и раннее развитие Лермонтова также объясняется тем, что у профессора университетской обсерватории Перевозчикова он учился в благородном пансионе университетском, вот, и мне удалось тогда спасти постройки эти старые и не дать снести храм святителя Николая, вот, который подлежал тогда по планам города сносу, это было очень трудно сделать, поскольку было увязано с Белым домом и со строительством дома для рабочих трехгорки, но тем не менее это удалось, опыт уже был, общение с городскими властями, поэтому патриарх меня привлек. И когда мне это удалось сделать для патриарха, и когда ему передавали госакт на землю в Переделкино вокруг резиденции, его тогдашний руководитель земельного комитета попросил, чтобы он именно меня как бы делегировал на то, чтобы все храмы в Москве, у которых земля была не оформлена, сделали это через меня, потому что мы на одном языке говорим, вот, я готов всемирно помогать, восстанавливать историческую справедливость, но надо, чтобы он сказал так, не я, он сказал, благоразумный человек, и святейший патриарх меня попросил об этом. Я думал, за год мы решим эту проблему, и я снова погружусь в агеографию, которой я к тому времени очень увлекся. вот, тогда я делал жития Георгия Победоносца по 43 древним текстам, 4, 5, 6 века, это были переводы, которые мне сделали из греческого, латинского, копского, арамейского, арабского, и даже такского языка, это меня очень увлекало, я думал, ну вот год буду этим, все сделаю, все пошло хорошо, но вот, как видите, до сих пор конца края этому нет, вот, и чем дальше, тем посложнее все. идет. Но среди тех храмов многочисленных я только занимаюсь трудными проблемами, я не занимаюсь тем, что легко получается у настоятелей или у епископов, я подключаюсь только к тем проблемам, которые решить оказалось очень трудно в силу отсутствия опыта, технических проблем всевозможных, и особую радость в моей жизни составляет передача Ипатистского монастыря, который я решающим образом включился и помог тогда архиепископу Александру Могилеву, теперь он митрополит, митрополитчего округа в Казахстане, да, под ним в его подчинении находится не один десяток архиереев, да, и удалось создать древлехранилище, вот древлехранилищем я придаю очень большое значение, их было до революции 50 епархиальных, которые создавались при областных, при епархиальных центрах, при архиереях, и туда собирались наиболее важные в конце 19-го, в начале 20-го века ценности. Я поясню, что это как церковные, при церковные музеи такие, но музей церковный отличается от светского в значительной степени вот чем, если вы в Третьяковке станете значит на колени и будете молиться и не дай бог подойдете к иконе, чтобы ее поцеловать, у вас будут я бы сказал неприятности, вот, вас не поймут, а в церковном музее в древле хранилище вы можете молиться, читать акафисты, вокруг икон совершаются богослужения, но если вы просто хотите посмотреть, вы, скажем, неверующий человек, атеист, вы приходите и смотрите на эти шедевры русской иконописи, если вы исследователь, вы можете так же, как и в музее заниматься исследованиями, не возбраняется, приветствуется всячески, поэтому церковные музеи расширяют возможности, они не сужают возможности, вот, ну, кроме того, там выставлены особо чтимые кресты, естественно, святыни, мощи, митры, связанные с иерархами, которые также являются для нас иногда святынями, потому что их носили святые люди или исторически значимые люди, дары, как в Эпатии, Годуновых, Романовых и других, Рюриховичей, других известных родов, ну, и приобретя такой опыт, ко мне обратился тогдашний архиепископ Рязанский Павел, чтобы я ему помог с Рязанским Кремлем, это 9 храмов было передано, вот, но ни в коем случае музеи, федеральные музеи, областные музеи, нельзя уничтожать, и пример в Рязани очень ценен, уже началось строительство нового музея, который будет, федерального музея, который будет значительно больше того, который находился в Кремле, с площадью 20 тысяч метров, с залами специально оборудованными, ведь когда иконы выставляются в храмах как экспонаты, это одно дело, когда в храме они стоят как святыни, и люди могут молиться, это другое дело, но ведь эти областные музеи, кроме икон, обладали многими другими экспозициями, например, краеведческими, там, мамонты, кабаны, когда это находится в храмах, и прочие зверюшки, и прочие зверюшки, вот, и когда это находится в храмах, это, в общем, для многих оскорбительный вопиет, поэтому построить приспособленную это надо, для детей, это, пускай, идут на мамонтов, посмотрят, какие они были, я столкнулся с тем, что не все дети, которые живут в Рязани, бывали в Москве, и вот недавно такой случай был с шофером митрополита Павла, который был сначала архиеписком, потом митрополитом, а сейчас экзарх всея Белоруссии, митрополит Павел, да, вот, его шофер привез дочь, которая в первый раз была в Москве, ей 17 лет, вот, и я ей показывал Москву, вот, понимаете, поэтому, конечно, хорошо, что многие дети в Рязани могут посетить музей и увидеть то, что полагается по программам, им там, по историческим программам, по программам ботаническим, и многим другим. Да нет, ну, конечно, ценность музея, фаная, так сказать, нещерпаема, конечно. Поэтому не в ущерб музеям, а в развитии музейного дела, и что происходит, в Рязанском Кремле древлехранилище занимает внушительную часть, Успенский собор сохраняет иконы, которые написаны были школой Симона Ушакова, и желающие могут не только молиться, но и осматривать сколько угодно. Это как был храм, так он и есть храм. А музей переезжает, строится и переедет в большие площади, и таким образом музейные площади в Рязани возрастут многократно, в пятеро, по сравнению с тем, что было до передачи Рязанского Кремля Русской Православной Церкви. То есть, этот процесс во благо и Государственным музеям, и Русской Православной Церкви. Это путь самый правильный. И такой же сейчас путь был в Новом Иерусалиме, где построен был музей, соответствующий всем необходимым музейным условиям. То есть, он не приспособлен в церкви был, что очень трудно всегда сделать. Особенно это по Перми видно. А вы в Перми тоже занимались? Я был в Перми, да. И сейчас решается вопрос о Пермском музее. Мне там удалось для музея освободить бывший архиерейский дом, где сейчас семинария находится, площадью 1700 метров. Да, но удалось в течение короткого срока, пока я там был, это сделать. Это решилось в течение полугода. Музей, ну, в здание историческое переехало, очень хорошее, которое принадлежало до революции богатому купцу. Его, как следует, отремонтировали. И там находится краеведческий музей, который находился в архиерейском доме. А сейчас решается вопрос картины галереи. И было, конечно, странно смотреть, как ценнейшая этого великолепная галерея Пермская, как ценнейшие иконы. Деревянная скульптура, уникальная коллекция. Ну да, там... Находится неприемлемо, в плохих условиях, а запасники просто в подвале храма находятся. Вот. Я не знаю, как там, с температурно-влажностными условиями, о которых много говорится, выдерживаются. Но, конечно, после того, как будет приспособленное здание сделано, музейное дело выиграет. А вот в Москве я постоянно еду мимо бывшего монастыря. Здание одно этого монастыря, это на Новослободской улице под милицией, а второй использует институт Станкин, сдает его Скорбящинский монастырь, вот, ну, для нужд института. И вот какие-нибудь подвижки в этом, или вы это не отслеживаете? Нет, а очень даже отслеживаю. Я был в комиссии еще в 2000 году Росимущество, смешанную комиссию сделал с представителем Патриархии. Вот, там был очень влиятельный ректор. Соломенцев. Можете себе представить, что в 91-м, 92-м, 93-м году строилось новое здание Станкина? Удивительно. И построено, позапущено. Новое здание закончено, и храм он не освободил. И сдавал в аренду в том числе немецким фирмам. Все это. И ни в коем случае не хотел оттуда выезжать. Это сын члена Политбюро Соломенцева. Он был очень влиятельный человек, еще сохранивший прежние связи огромные. Ну, куда же они делать? Потом он, видя, что так дело не пойдет, придумал новую комбинацию. Он создал институт при Академии наук. И три здания Станкина передал Академии наук. И сейчас они принадлежат не Станкину, Академии наук. Но они сдаются в аренду. По крайней мере, храм сдаются в аренду. Ну, и теперь вся надежда, что фоно, новая структура, которая должна навести порядок в Академии наук, разберется с этим. Но люди этого совершенно не понимают. Вот. почему вот такая ситуация сложилась. И вот благодаря этой... Огромный храм, один из самых больших в Москве. Очень разумной реформе Владимира Владимировича Путина, нашего президента, создания фоно, чтобы навести порядок с арендами в Академии наук. Значит, надеюсь, что здание храма уже будет, не будет сдаваться в аренду, а будет возвращено русской православной церкви. фоно. Все-таки... Ну, а... Что меня еще заботит, вот про древлехранилище я немножко рассказал. Вот есть у нас храм Троица в Никитниках. Ну, понятное дело. Замечательный храм, выдающийся. И, главное, сохранившийся иконостас. В первозданном виде практически. Да, и фрески сохранились, потому что это был филиал музея. Наконец, лет примерно 10 назад храм передается русско-православной церкви. И, о, ужас! Иконы из живого иконостаса, сохранившиеся письма Симона Ушакова, должны быть перенесены в 78 икон в запасники исторического музея. Я допускаю, что несколько из них будут выставлены в историческом музее, но очень сомневаюсь, что все 78 икон будут выставлены в экспозиции, они окажутся в запасниках. То есть, так люди могли их видеть, а верующие молиться. И вот теперь в силу ведомственного подхода и того, что они числятся за историческим музеем в основных фондах, их постепенно вынимают и начали непосредственно с икон Симона Ушакова и заменяют копиями и переносят в исторический музей. И начинает цепная реакция. Дальше уже идет разговор о том, что из храма Покрова на Филях, который передают сейчас русской православной церкви, тоже иконы Симона Ушакова и его группы, то есть изографов оружейной палаты, тоже передать в музей Андрея Рублева, который нуждается очень в площадях, очень теснится. То есть они опять-таки окажутся в запасниках. То есть не только верующие потеряют, но и народ, граждане наши, склонные к любви к иконографии, к иконам, к древностям русским, не смогут их годами увидеть. Вот этот процесс, мне кажется, неправильно. Десятилетиями, потому что обычно бывает одна выставка на 30-50 лет. Ну, это разорение храмов, хорошо сохранившихся, фактически. Вот. Потому что все-таки разница огромная между творением великого художника. Что-нибудь можно сделать, вот как-то, чтобы это... Можно все, что угодно сделать. Если эти храмы охранялись раньше как музейные, то почему так же не охранять государством их, как церковные. То же самое все происходит. И служат народу. Ничего от этого не меняется. Вариантов много. Такие ценные... Меняется вот что. Что когда существует музей, вот я помню, беседовал с одним сотрудником музея архитектуры в Донском монастыре. Я говорю, родной мой, вот сколько посещений музея архитектуры в год жителями Москвы и гостями столицы? Он говорит, полторы-две тысячи. Я говорю, а в одно воскресенье будет три. И вот сейчас мы видим Донской монастырь, он постоянно полный. Даже про праздники говорить нечего. Если это искусство принадлежит народу, ну только защитите и давайте реставраторов, как у нас происходит там в Троице-Сергиевской Лавре. Ведь реставрация идет не силами лаврских монахов, а государственными. Мациональные сокровища все равно, так или иначе. И что? Какие проблемы? Зачем разорять? А куда тело иконостасы делают? Зачем вот это расчленять? Вот как расчленили три птихматиса. Значит, две картины здесь, а одна картина там в Питере. когда ну тогда еще действующий директор музея изящных искусств высказал это на собеседании с президентом, там Петровский потом возмутился. Хотя ну это же по-живому. Даже художник писал это как триптих. Зачем расчленять? Это неуважение, кстати, к памяти великих наших художников, изографов тоже это имеет значение. И я думаю, что не только православные наши люди верующие, но и искусствоведы должны ясно понимать, что это разорение памятников, это неправильный путь. Но обычно еще в защиту это всякие демагогические вещи, потом о том, что закон, что нельзя нарушать фонд-музея. Когда нельзя, то нельзя. На самом деле это неправда, потому что я точно узнал, что приказом Министерства культуры, например, можно из основного фонда музея в основной фонд другого музея передавать иконы, святыни, и картины, и любые музейные экспонаты. Поэтому надо идти по пути древлехранилищ. Обозначать это как древлехранилища параллельно с тем, что это действующий храм, под этому пути идти. И особо ценно, их не так много, таким образом сохранять. Но я все-таки считаю, что при этом очень строго должна наша русская православная церковь следить за тем, чтобы священники и эпохиальные архиереи очень бережно относились к этим национальным сокровищам. Я имею ввиду выжигание свечей в слишком больших количествах и свечей некачественных, это недопустимо. К этому надо относиться очень и очень осторожно и очень бережно. И православные люди должны понимать также. Но вот этот процесс идет, слава Богу. И документы о древлехранилищах, они проходят через высший церковный совет. и время это не то, что пришло, оно давно пришло, но у церкви было мало сил и много задач в связи с вхождением вот эту новую эпоху для церкви и государства 25 лет назад. И причем действительно необычное. Но никогда еще не шло именно восстановление наших святынь в таком масштабе. Это правда. Но все-таки вот здесь надо сказать, что инерция очень велика. Всегда инерция очень велика. И вот по этой инерции предприятия культуры очень тяжело расстаются с тем, что имеют. Вот очень им не хочется. Они видят, что для людей это лучше, для народа это лучше, для церкви лучше, для всех лучше. Но лучше не использовать термина имеют. Потому что, ну простите, но это награбленное. И поэтому музей даже не может это иметь, потому что это не их собственность. И более того, она никогда не была. А вот что интересно, что те люди, которые работают в музеях, они относятся к этому как к своей собственности. Но как только они уходят из музея, они становятся уже на несколько другие позиции. И очень многие из них начинают жалеть. Особенно это наблюдается на более высоких уровнях власти. Губернатор препятствует передаче, а потом, когда он перестает иметь власть в этом городе, в этой области, он говорит, жалко я этого не сделал, жалко, владыка, что я вам не помог. Очень жалею об этом. А то же самое происходит и вот... Когда уже вид как бы уже не административный появляется, а общегражданский такой вид. Вот с этим я тоже сталкивался. В мировой политике то же самое. Как только человек перестает быть президентом, премьер-министром какой-то державы европейской, он тут же начинает быть на стороне России. Потому что здравый смысл на этой стороне. Вот еще вы правильно совершенно заметили, что вот те музейные работники, которые в 20-е годы спасали церковные ценности, их было очень много. Они были православными верующими людьми. И если бы политика страны вдруг изменилась чудесным образом в те времена, то они с величайшей радостью эти святыни, эти иконы вернули бы, вот Яхонтов такой был, создатель музея в Кремле, верующий человек набожный, он все бился, чтобы все сохранить с необыкновенной энергией. Как его только не репрессировали, я удивляюсь. Да. И если бы изменилась бы ситуация в стране, ни одной секунды сомнений у меня нет, что он и подобные ему люди, музейные работники, целую эти иконы принесли, поставили их на прежние места. Вот. Прошло несколько поколений, люди другого воспитания, другой культуры, они держатся за это и потом понимают, что в Краевический музей народ будет не так ходить, как в некий древний Кремль, смотреть на церковную старину, но это все-таки современное здание, и там все больше будет не посетителей, которые приезжают со всех концов страны, а это будут все больше школьники местные, и доход музея может оказаться не такой, хотя зарплаты будут те же, они не потеряют, но как бы жалко расставаться вот с тем, что кажется, что они имеют. Ну и потом вот я помню этот поразительный аргумент, когда речь шла о том, чтобы вернуть нашу главную народную святыню, Владимирскую икону Божьей Матери в Кремль, один из аргументов был, что недостаточная охрана. Да, в Кремле, в Кремле. Да, в Кремле, но это просто невероятно, но это прозвучало. Невероятно. Но все это вопросы решаемые. Нет, на самом деле, как всегда говорят, если есть добрая воля, и причем часто приходят такие слова, что вот настоятель такого-то храма он допустил, а сколько сотрудники музея допустили. Да, да. А сколько было продано, там, Тициан, Пентурикио, ну, огромное количество. Я уж не говорю про русский модерн. Ну, несчастье всегда может случиться, что где-то что-то кто-то украдет, но если что-то где-то из храма украли, то это возводится в такую ситуацию, что в церкви ничего нельзя ни в коем случае давать, потому что могут украсть. государство за то, что, например, в одном из областных музеев Московской области, крупнейших музеев Московской области в 90-е годы было за один год три кражи, украли целиком зал с иконами, украли несколько картин передвижников, а потом еще несколько икон. Это как бы порядки вещей, но случилось и случилось, да, надо поймать злоумышленников, да, все, но как бы... Но это область, а в музее Рублево воровали. Уж центральные нету. Это вы имеете в виду воров или сотрудников? Нет, воров. Ну, я говорю, что может случиться везде и всюду, все может случиться, но это не повод для того, чтобы церкви никогда ничего не давать. Как будто церковь это что-то черное. Наоборот, церковь еще больше охраняет, потому что это святыня для церкви, это прежде всего... Но потом... Ну, вот как речь сейчас идет об Ибасаковском соборе, что нельзя, ни в коем случае нельзя отдавать музей Ибасаковского собора церкви. А для чего это строилось, для музея? Какая-то логика совершенно отсутствует. Ну, вы знаете, здесь у меня немножко другая точка зрения. Я считаю, что все-таки процесс должен носить постепенный характер. Вот, не резкий характер. Последовательное, определенное. Надо очень дипломатично, очень аккуратно последовательно договариваться. Если есть конечная цель. А если каждый раз с каждой точки начинать все заново, так получается все. это просто невозможно. Как будто редут за редутом остается. Ну, так нельзя, но мы один народ-то. И речь идет об одном и том же. Как-то оно так, но все-таки это не очень деликатно. Оно связано с людьми, с их работой, с их зарплатами, с их образом жизни. Поэтому этот процесс должен идти, он будет идти. достаточно провести два инструктажа для сотрудников при новых условиях. Все. Ну, теоретически, да, но на практике так не получается. Инерция очень велика. Вот. Это надо обязательно учитывать. Вот. Люди очень тяжело расстаются с тем, что как они думают, они это имеют. Я еще раз повторяю. Очень тяжело. Такая природа человека. Вот. И очень важно договариваться прежде всего с самым высшим начальством перед тем, как к этому процессу перейти. Нет, ну, так и происходит. Ведь никто же не договаривается со сторожем о таких вещах. Вот. Учитывая все обстоятельства этого дела и всю деликатность этого процесса, безусловно, что в конечном итоге все это должно быть передано церкви. но с известной степенью осторожности. Вот я слышал, например, такое, что храм на крови служил только царской семье. Я не знаю, так это или не так. Но мне сказали, что... Такой аргумент существует. Вот. Такой аргумент существует. Вот. Кстати говоря, из-за этого храма была... Когда я последний раз там был, в этом храме, на меня просто набросилась местная служительница, я у нее ничего не спрашивал. Но она мне с такой любовью в глазах и на лице стала известиять, что это никогда храмом не было. Это с самого начала был сделан как памятник и нечего вам тут. Я говорю, что? Я пришел как гражданин. Но ряса на мне. Но это как мой мундир. Что? Я ничего у вас не прошу. Ничего не надо. Я просто хотел посетить святое место. И вот встречаешься... Возвратите внимание, что в то время, когда это был музей, и в то время, как храм Покровский, где находились реставрационные монастыри Грабаря, часть икон, некоторые из икон исчезли из иконостаса. Вот. И были заменены на другие. Вот этот процесс, пожалуйста, при государственном надзоре и ОКИ тоже происходил. Вот. Я уж не говорю о том, чьи иконы годами реставрировали реставратора за зарплату, которую платили, ну, как обычным служащим. То есть, параллельно все зашел процесс, как вот советский народ изобрел слово халтура. Так что, ты че там? Это же тоже прямое. Не говоришь о том, что это происходит, так сказать, под дым папирос и выпивки, так сказать, на закате дня и так далее. Это все можно было наблюдать. Я бы хотел еще один эпизод рассказать, как расстаются музеи с нашими святынями. Вот в Переославском музее, который расположен в Горецком монастыре, бывшем Горецком монастыре, сейчас он делается, очень трудная попытка его возобновления, находился крест древний, которому около 500 лет. Вот. Там вставочки очень интересные есть, которым около тысячи лет византийские крестики в кресте. Там мощи. Считалось, что мощи утрачены, крест был совершенно в плохом состоянии, скажу так, в поруганном состоянии, в ветхом состоянии. Примерно 2 метра высотой крест, немножко, может быть, больше 2,30. Он за шкафами находился, никакого вида в музее не имел. Хотя был в экспозиции, но никак такой вот видный экспонат, а как третестепенный он выглядел. Я его видел несколько раз там. Когда же настоятельница Никольского монастыря стала его просить, у меня ушло года 4 на преодоление препятствий по его получению. Значит, возник вопрос о том, что необходимо этот крест реставрировать. Значит, что-то под миллион стоила реставрация в Грабаре. Благодаря этому были выявлены мощи святых, в том числе апостола Павла, что интересно, редкие довольно частицы мощей Павла и многих других святых был приведен в идеальный состояние. Потом оказалось, что опять нельзя передать, пока не будет заказан в Германии особый герметичный ковчег. Музея никакого ковчега не было. Заказали за 900 тысяч ковчег, за частные деньги, за деньги спонсора. Но оказалось, и при этом нельзя передать, нужны еще три степени охраны, которых в самом музее не было. Так в музее было 900 тысяч экспонатов, а здесь в действующий монастырь передавался один экспонат, вот этот крест во временное пользование. Значит, мало того, что ковчег герметичный, мало того, что, значит, все отреставрировано было, еще надо было, и вот милицейские посты оказались очень высокой стоимостью. Хотели три уровня милицейской охраны сделать, чего не было в самом музее. Вот, но сделали один, а в общем, как-то так получается, что это обходится около двух миллионов в год, только из-за того, что там крест находится, или трех миллионов в год, поныне. Вот такие усложнения при передаче одной единицы хранения из 900 тысяч, 900 тысяч, например, под миллион. Вот такая история. Ну, дай Бог, четыре года это длилось. Чтобы это все было преодолено. Да, но зато теперь верующие ходят, молятся, крест востребован очень духовно. Вот, совершенно другая жизнь у святыни. И она преобразилась. Спасибо, дорогой Александр Владимирович, и за нашу беседу, и за ваши такие огромные труды. Я думаю, что все верующие будут благодарны за ваши усилия, тем более, вот, ваш юбилей вы оказались отмечен многими церковными наградами. Спасибо. Господи, и сохрани вас, Господь, и дай Бог вам еще много сил вот на этом поприще. Благодарю вас сердечно. Ну, вот, как я обещал, наша беседа очень была интересна. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова